Приветствую всех, искренне любящих Господа Иисуса Христа. Хочу поделиться с вами о некоторых тайнах, которые происходят в нашей жизни. Мы этого не замечаем. Есть вещи, которые останавливают священнодействие в нашей жизни, но мы не обращаем на это внимания, и нам кажется, почему перестали священнодействовать перед Богом. Что такое священнодействие перед Богом? Священнодействие – это конкретные молитвы, которые исходят из сердца Бога. Священнодействие – это конкретные темы проповеди, которые исходят из сердца Бога. Священнодействие – это конкретные действия и шаги, которые исходят из сердца Бога. То есть, у тебя не бывает простых молитв. Все молитвы, которые ты творишь перед Богом, они рождены в сердце Бога. Все проповеди, которые ты проповедуешь им перед Господом, они рождены в сердце Бога. И все дела, которые ты делаешь перед Богом, они рождены в сердце Бога. Это и есть священнодействие перед Господом. Посмотрим на жизнь Давида. Это прекрасная персона, жизнь, которого очень влияет до сих пор на людей. Почему? Потому что мы знаем, что крест из себя ничего не представляет. Но тот, который был на кресте, умер и воскрес, слава ему, великий воплошенный Бог, Иисус Христос, Который спас нас. Вот почему мы сегодня очень часто говорим о кресте. Также и жизнь Давида не имела бы никакого значения, если бы там не было бы присутствия Бога. Почему же Бог там присутствовал? Потому что Он искал от всего сердца и от всей души Своей. Он искал Бога. Псалмы говорят часто об этом человеке, как он говорил, что не дам очам моим покоя и веждам моим дреманиям. Не дам, я не положу голову мою на постель мою, доколе я не найду место жилище Богу Иаковлеву. Надо же, это единственный пророк, это единственный священник, это единственный призванный Богом человек, который искал место жилище Богу. И Бог сегодня тоже хочет, чтобы мы, люди, которые живем на земле, были точно таким образом ищущие Господа. То есть место покоя для Бога. Бог нигде не может покоиться, если не только в сердце человека, то есть в твоем сердце. Есть ли комфортабельность в твоей жизни? Есть ли комфорт для Бога в твоей жизни, в твоем сердце? Если там есть комфорт, Бог всегда там присутствует и Бог никогда не отходит оттуда. Посмотрим на жизнь Давида. Этот прекрасный человек убежал от своего врага, к сожалению, от собственного брата по народности от Саула. Он убежал, чтобы спасти собственную жизнь. Он пришел к спященнику Ахимилэйху и, покушав хлеб и предложение, он спросил, нет ли здесь меча? Он не был вооружен. Он оставил все там, буквально, буквально убежал оттуда. Ахимилэйх сказал, нет здесь никакого меча. Только вот меч Голиафа, которого ты поразил в долине Дуба, лежит там, сзади Ефода. На это нам нужно обращать внимание. Ефод – это было средство, через чего там был Урим и Тумим. Люди, священники, вопрошали Господа, делать этот шаг или не делать этот шаг. Они получали ответ от Господа. И вдруг меч Голиафа, значит, лежит там, не где-то, а там, где скиния Бога Живого. Меч находится там, не где-то, а позади Ефода и где Копчег Завета. Это удивительно. Почему священник не мог отличать хорошее от плохого, света от тьмы? Почему не мог отличать Христа от Велиара? Почему священник не мог отличать то, что нельзя было вот это оружие оставить там, положить там? Что это такое? Оружие необрезанного человека. Оружие необрезанного народа. Это обозначает принцип и формула действия необрезанных людей находится там. И Давид говорит, нет ему подобного. Дай мне его. Давид величает меч Голиафа. Он величает этот меч. Почему? Потому что некоторое время вперед, до того, как ему стать зятем царя, он допустил большую ошибку. Когда царь через определенных людей дал ему знать, что он хочет взять его в зятя, тогда Давиду было сказано, что он ничего от тебя не хочет, только сто краебрезания, значит, филистимлян. Филистимляне не принимали Бога. Они не принимали Егову. Они были против этого. Они поклонялись своим богам. Я не хочу даже называть их имена. Но здесь Давид идет, убивает сто филистимлян, обрезывает, и это краебрезание приносит туда. И не сто, а двести. Что обозначало краебрезание? Согласно Библии, краебрезание – это был завет с Богом. В данном положении это было кошумничество со стороны Саула и кошумничество со стороны Давида в отношении завета с Богом. Потому что как бы взяли мертвых и как бы сделали знак завета на этих людях и привели к царю. Вот мы смотрим, что сегодняшнее положение церквей, общин имеет точно такое же положение. Люди разными образом, с помощью музыки, с помощью современных каких-то действий, с помощью чего-то развлекательного, они хотят наполнить свои залы, свои так называемые общины множеством людей. Но сами-то не беспокоятся и не пекутся о жизни этих людей. Потому что достаточно, чтобы кто-то из них упал или впал в грех, они начинают настолько сильно нападать, что этот человек теряет всяческую веру и надежду на Бога. Отходит, и никто за ним не идет, чтобы искать. Как написано, сын человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. А этих людей никто не ищет. Потому что им нужно количество, а не качество. Неспасенные души, а именно человеки, которые наполняют там, будто это церковь, будто это община, в котором прославляется Бог. Так поступил Давид, и он принес 200 края обрезания к царю. И он стал затем царя. Вот эта ошибка была в этом человеке, и эта ошибка усугубилась в его жизни. И приходит момент, когда во время гонения он убегает и допускает еще глупочейшую ошибку. Он берет меч Голиафа и начинает в войны Бога Живого вести этим мечом. Он начинает, как воин Бога, воевать мечом Голиафа. Это ужасно. Мы даже не понимаем, настолько это ужасно, что если я, ты или кто-то попадает, впадает в какое-то искушение, и вдруг с помощью именно принципа мира сего начинает воевать тем оружием, который предлагает этот мир. Как отвечать? Как противостоять? Как противоборствовать? Точно по принципу мира сего. Не по принципу Бога и Библии, а по принципу мира сего. Не это ли меч Голиафа, который часто христианин употребляет для собственной защиты, для того, чтобы устоять во время искушения, хотя он никогда не будет устоять во время искушения, если он употребляет меч Голиафа, то есть принцип мира сего. Бог предупреждает каждого из нас, особенно пастырей, особенно тех, которые сегодня в ведущем положении находятся, души, которые верят в вас, и души, которые доверяют вашим проповедям. Помните, что вы отвечаете за этих людей. Если вы не будете тщательно обращать внимание на ваши действия, и вы будете употреблять принцип мира сего в ваших церквах и общинах, велика та угроза в вашей жизни, что вы пристанете перед Господом, и Бог будет судить вас. Да спасет Господь вас, да даст вам Господь мудрость, чтобы вы знали, что нельзя таким образом души привести к Богу, будто они уже спасены, будто они уже приняли Иисуса Христа, и все нормально в их жизни. Почему образ Давида, вот эта ошибка, вот этот принцип, которым он действовал, и вот это требование Саула привести эти сто краебрезания перед ним, это все принцип, в котором человек впадает в грех. Нам нужно пробудиться, нам нужно быть осторожным. Пускай Бог благоставит нас, чтобы мы были осторожны. Насколько Бог доверяет человеку, настолько и требователен Бог от человека, чтобы человек был бдителем в этом плане. Иисус Христос, будучи на земле, Он никоим образом не смотрел на людей и не делал так, чтобы кто-то за Ним ходил. Посмотрите на принцип действия Иисуса Христа. Он запрещал, чтобы провозглашали, что Он есть Мессия. Он запрещал, чтобы провозглашали, что Он есть Сын Бога Живого. Он запрещал, чтобы провозглашали, что Он есть Святой Божий. Он запрещал. И даже многие чудеса, которые Он делал, творил, исцеление, Он запрещал, чтобы люди провозглашали и разглашали. Он запрещал. Если сегодня мы сильны, посмотрите тоже на этого прекрасного Давида. Посмотрите. Но Он душил убивать львов. Он душил убивал медведей. Когда они нападали, чтобы там вот это стадо убить, уничтожать. И Он один нападал, без оружия, без ничего. Но об этом не знала ни его семья, не знали его братья, не знал его отец, не знала его мама. Никто не знал. А из окружающей среды вот те, которые были с ним, с ним были люди. Вот. И из этих окружающих людей никто об этом не рассказывал. Может быть, завидовали. Может быть, для них это было само собой разумеется. Но Давид сам нападал и сам убивал. И когда сегодня ты в твоей жизни настолько силен в духе, что убиваешь льва или медведя, слава Господу за тебя. Но помни, когда ты начинаешь это как бы демонстрировать, как бы ты приводишь такое состояние, когда показываешь вот не Бога, а дар, который дан тебе, это опасное состояние. Берегись. Берегись. Потому что Бог через Иисуса Христа показал, что Бог проставляется там. И когда Бог проставляется, Бог проставляет тебя в себе. Бог никогда тебя не оставит без своей славы. Никогда не домогайся славой Божией. Бог сам сделает так, что сам прославляясь в твоей жизни тебя прославит в себе. Он никогда тебя без своей славы не оставит. Пусть Бог благословит тебя, мой дорогой брат, ведущий, за которым идут люди и народы. Пускай Бог благословит тебя, чтобы ты был тверд на твоих путях. Божие благословение тебе. Божия защита тебя. Кровь Иисуса Христа над тобою, над твоей семьей и над твоим домом и над твоим служением. Пусть Бог благословит тебя. Да защитит Господь тебя, чтобы этого не было в твоей жизни. Хочу молиться за служителей Бога живого. Могучий Господь, слава тебе за все. Прошу тебя, Господи Божий, благослови Господи твоих служителей. Защищай, Господи Божий. Порой очень трудно иметь тебя, Господь. Порой настолько трудно, что человек хочет останавливаться. Но ты помоги твоим служителям, Господи Божий. Ты благослови их к силу, Господи Божий. Благослови их ноги. Благослови их руки. Благослови их сердца. Благослови их мышление, Господи Божий. Дай им здоровья, Господь, и дай им успех в исполнении твоей воли, Господи Божий. Благослови каждого служителя твоего. Пускай, Господи, твое благословение, И пускай, Боже, Твой страх и Твое смирение будет в этих людях. И защищай от видимого и от невидимого врага из-за потне дьявольской. За все благодарим, Господи, Тебя за Твоих служителей. Пусть проставляется имя великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мир дому вашему. Аминь.